Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Агентство РАИКС опубликовало самые авторитетные предметные рейтинги российских университетов за 2024 год семейства, три миссии университета. По итогам рейтинга 2024 года Казанский федеральный университет вошел в топ-5 по ряду направлений. Педагогическое образование – третье место. Четвертое место – индустрия гостеприимства, география и биология. На пятом месте расположились направления химия и нефтегазовое дело. Кроме того, ВУЗ занимает седьмое место по направлению лингвистика и иностранные языки и восьмое место по направлению социология. Казанский университет улучшил позиции по направлениям психология, заняв шестое место и поднявшись с девятого. Право, перейдя на одну ступень выше, на десятое место. Менеджмент с двенадцатого места поднялся на одиннадцатое. По направлению формации занял одиннадцатое место. Ранее по этому направлению был на пятнадцатом месте. В спортивном центре Бустан состоялись соревнования по плаванию, посвященные Международному дню защиты детей. Традиционное соревнование с участием воспитанников тренеров Бустана и социально-спортивного комплекса Казанского федерального университета, а также детей сотрудников КФУ проводит дирекция социально-спортивных объектов ВУЗа. Первенство проходило в двух категориях. Отдельно выступали дети, занимающиеся индивидуально, отдельно ребята, тренирующиеся в группах. Юным спортсменам предстояло преодолеть дистанции от 25 до 100 метров брасом. В технике кроль на груди, вольным стилем и на спине. В организации проведения первенства были задействованы и студенты Казанского федерального университета. По итогам соревнований призовые места заняли более 100 ребят. Все они отмечены медалями и памятными подарками. Кроме этого, все участники получили дипломы. Празднование последнего звонка уже стало доброй традицией. Однако он не перестает быть значимым и уникальным событием в жизни каждого выпускника. 25 мая в IT-лицее прошел выпускной для 11 и 9 классов. Почему этот день запоминается на всю жизнь и как прошли школьные годы, узнавала наш корреспондент. В одном из структурных подразделений Казанского федерального университета, а именно в IT-лицее, у учащихся 11 и 9 классов прошел последний звонок. День 25 мая для многих из них стал последним беззаботным школьным днем. Дальше путешествие в новую взрослую жизнь. Продолжить учебу в лицее, поступить в колледж или университет – очень важное решение, которое может оказать большое влияние на будущую карьеру и жизнь в целом. Сегодня я вспомнил, как 12 лет назад, в такой же солнечный день, мы открывали этот лицей ровно. И действительно, за это время сделано очень много. Изменился облик лицея, ребята горят. Прошло уже несколько, ну, больше 10 выпусков, и столько олимпиадников, столько ярких девчонок и мальчишек получили путевки в жизни. Это очень-очень здорово. Конечно, большой поклон учителям, которые отдают свою душу, отдают кусочки своего сердца тем ученикам, которые действительно хотят, А у нас все такие ученики действительно хотят знать, действительно хотят постигать азы науки, технологий и получать те необходимые навыки, которые пригодятся в будущей жизни, чтобы строить то общество, в котором они будут жить. Самое важное – это атмосфера, сообщество лицейское. И оно, на самом деле, как бы на всю жизнь, оно будет им помогать идти по жизни. Они уже доказали свою состоятельность и в академическом плане, там, лицеи первые по ЕГЭ и по олимпиадному движению. Но еще более важно, что они знают, куда двигаться, они ставят цели, они такие по-хорошему трудолюбивые трудоголики, трудолюбивые ребята. Я думаю, что мы еще о них много услышим. Это, скорее всего, будущие ученые, крупные бизнесмены, чиновники, просто хорошие люди. Руководство лицея поспособствовало созданию по-настоящему особенной и праздничной атмосферы. На последнем звонке присутствовали выпускники вместе с родителями и близкими, и педагоги. В воздухе витали волнение и радость, а лица виновников торжества сверкали искренними улыбками. Была подготовлена творческая программа, танцевальные и музыкальные номера. Традиционный вальс не остался в стороне. Перед горячими словами поздравления от педагогического состава состоялась торжественная церемония вручения дипломов призерам Олимпиад. Организация отличная. Выступила только что группа вальса, учителя, директор, ректоры со своей речью. Все очень правильно и грамотно сказали, все понравилось. Я поступила в эту школу в прошлом году, в 10 класс. Учеба тут очень тяжелая, поэтому поначалу было очень тяжело, но со временем привыкаешь к этой жизни, очень живой такой, неспокойной. И сейчас уже более-менее, сейчас уже начинаю скучать. Понимаю, что не хочу отпускать это все, но придется. IT-лицей Казанского федерального университета активно функционирует уже более 10 лет. Обучение ведется с 7 класса. Ребята проходят конкурсный отбор в два этапа. В 2023 и 2024 учебном году в лицее обучались около 300 одаренных детей со всей республики и других регионов Российской Федерации. Лицеисты регулярно занимают призовые места на различных конкурсах и олимпиадах, а также получают наивысшие баллы на ЕГЭ. По независимым рейтингам конкурентноспособности выпускников, лицей входит в топ-100 лучших школ России. Будущее этих талантливых ребят обещает быть ярким и успешным, а двери Казанского федерального университета всегда открыты. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 26 мая завершился Международный фестиваль медиа искусств НУР. Программа мероприятий была обширна, от аудиовизуальных инсталляций до музыкальных концертов. Подробнее о том, как прошел фестиваль и чем организаторы смогли удивить зрителей в этом году, смотрите далее. Уже традиционный Международный фестиваль медиа искусства НУР стартовал в минувшие выходные. С 24 по 26 мая казанцы и гости города смогли увидеть аудиовизуальные инсталляции в четвертый раз, а также бесплатно посетить лекции по медиа искусству и мультимедийным технологиям. А как все это было, смотрите дальше. НУР – масштабный фестиваль, который базируется в Казани, объединяет медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира. Талантливые ребята, которые стремятся показать свое творчество миру, создали арт-объекты, медиаинсталляции и аудиовизуальные перформансы. Фестиваль занимал более 10 локаций, включая исторические объекты, парки и секретные площадки. НУР традиционно взаимодействует с культурным и историческим контекстом территории с помощью новых технологий, создавая на привычных казанцам местах новую уникальную реальность. В этом году не обошлось без нововведений. Фестиваль впервые состоялся в мае, и в новых условиях организаторы вышли за пределы центра Казани. Программа мероприятия была разделена на три части. В основной программе – аудиовизуальные инсталляции от медиахудожников по всей Казани. В этом году впервые фестиваль захватил такие локации, как Особняк Демидова и швейная фабрика «Адонис». Музыкальные выступления артистов проходили и в торговом развлекательном центре «Мега Казань». Если бы все виды искусства объединились, то они бы вместе создали медиаискусство. Как раз таки фестиваль поэтому нравится и всем любителям, и искусство, и обывателям, потому что каждый в этом находит что-то свое. Это сильно отличается от всего другого формата мероприятий, поэтому как для ребенка, так и для искушенного зрителя точно есть на что посмотреть. Помимо аудиовизуальных инсталляций и музыкальных номеров, всех посетителей ждала образовательная программа, которая включала в себя разнообразие мультимедийных тем. Организаторам удалось не только объединить музыкантов и танцоров, медиахудожников и театралов, специалистов в области проекционных и цифровых технологий и хореографов, но и придумать новый, уникальный для нашей страны формат и преобразить архитектурный облик города и городскую среду. Мы гости из Москвы. Мы очень долго ждали этого фестиваля. Еще в прошлом году мы узнали его существование, но, к сожалению, не получалось приехать. И вот, наконец, мы в гостях у вас. Это наша вторая инсталляция. Мы были в Адмеде. Здесь нам понравилось больше. На самом деле, невероятно. Очень нравится, что это именно в Казани проходят такие. Я знаю, что недавно Нур появился, в 2021, вроде бы, и уже есть какой-то бренд. И в других городах даже Нур свои инсталляции показывают. Первый Нур состоялся в 2021 году и был по-настоящему новаторским событием в культурно-фестивальной жизни Казани и России в целом. Отметим, что организатором фестиваля является мультимедийная студия «Фармейд». Также в этом году информационным партнером выступил наш телеканал «Универ ТВ». Аделина Абдрахманова, Тимур Табаров. Универ Новости. Как стать хорошим собеседником? Как завоевать доверие и расположить к себе даже самого закрытого в общении человека? Как распознать ложь? О самых распространенных психологических трюках, которые помогут улучшить навыки в общении, расскажем прямо сейчас. Интернет переполняют статьи, видео и подкасты на тему психологии. Уже давно не секрет, что умение анализировать собеседника и выявлять его поведенческие привычки может во многом облегчить жизнь тем, для кого общение с большим количеством людей является частью повседневной жизни. Также важнейший навык, которым может обзавестись человек – научиться самоанализу, чтобы лучше понимать свои чувства, мысли и действия. Ясное дело, что психология – наука глубокая и требующая длительного изучения. Поверхностное знание не сделает вас экспертом, но может пригодиться в повседневной жизни. Таких рецептов универсальных не существует, но определенно лучше воспринимаются люди, которые смотрят на собеседника, не отворачивают взгляд, которые говорят достаточно спокойным голосом, не проявляя в голосе агрессии, например, или какой-то подавленности, желание уйти от контакта. С ровным голосом говорят понятно, то есть не используют слов, выражений и сленга, или каких-то научных терминов, которые непонятны собеседнику. Это неуважение, такое отстранение от собеседника, когда человек ведет себя так. Ну и люди, которые говорят конкретно. Выстраивание коммуникации чаще всего зависит от таких факторов, как обращение по имени, активное слушание, создание общих точек соприкосновения. Все они являются базовыми и во многом определяющими дальнейшее общение. Обращаясь к человеку по имени, важно сохранять баланс и не переборщить с повторениями, чтобы это не резало слух. Данный метод поможет сразу войти в круг доверия человека, потому что каждому из нас всегда приятно слышать собственное имя. При выстраивании диалога важно сохранять фокус на том, что говорит человек, задавать вопросы по теме, показывать эмпатию и понимание, вести диалог в активной и оживленной форме. При несогласии с точкой зрения собеседника важно не оспаривать ее, а согласиться с позицией оппонента, но также высказать и свое мнение. Еще одним важным умением является выявление общих тем и интересов. Они не только помогают оживить беседу, так как всегда находят отклик, но и подкрепляют доверительные отношения. Хорошо помогают приемы так называемого активного слушания, когда вы киваете, когда вам что-то говорят, показывая таким образом, что вы внимательно слушаете и понимаете, о чем идет речь. Ну и скорее вербальный прием хорошо помогает, когда вы кратко подытоживаете сказанное и задаете какой-то уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для вас важно то-то и то-то, я бы хотел уточнить вот что. При выслушивании реплик собеседника одно из главных правил – сохранять зрительный контакт, показывая вовлеченность в беседу одобрительными кивками головы и фразами согласия. По взгляду можно многое понять о собеседнике, его настрой, заинтересованность теми, мысли и отношения к вам. Зрительный контакт помогает установить эмоциональную связь с другим человеком и выразить свое внимание. Это создает атмосферу доверия и уважения, что способствует более глубокому и эффективному общению. Если нужно расставить акценты или наоборот смягчить сказанное, также активно используют глазную мимику. Зрительный контакт – это показатель внимания. Когда вы на меня смотрите, я понимаю, что я сейчас важен для вас и важно для вас то, что я говорю. Значит, вы внимательны ко мне. По крайней мере, я так предполагаю, если вы смотрите на меня. Правда, это палка о двух концах, потому что если зрительный контакт поддерживается в несоответствующей ситуации, например, в ситуации, где не предполагается тесного общения, в автобусе, например, или на улице, где люди просто встретились случайно и слишком долго, например, поддерживается, то это может выглядеть как вызов, то есть это может вызывать негативные эмоции. Еще одним из основополагающих элементов общения является невербальное поведение. Порой язык тела говорит больше слов. Многие слышали о том, что важно следить за стопами собеседника. Многие зачастую говорят о намерении уйти от диалога. Также скрещенные руки и ноги говорят о закрытости и нежелании общаться. Как же вести разговор с помощью тела? Есть известный метод, при котором нужно считать язык тела и манеры говорящего и непринужденно скопировать его. Правильные жесты помогают структурировать сказанное, а мимика усиливает эмоциональную окраску слов. Это может быть подстройка по движению, двигаться так же, как другой человек. Это может быть подстройка по речи, говорить быстрее, если он говорит быстро, или, наоборот, медленнее говорить, если так говорит ваш собеседник. Есть вариант подстройки по дыханию, когда вы наблюдаете за тем, как дышит человек. Все эти методы можно использовать отдельно, либо в совокупности. Главное – помнить о чувстве меры. Каждый из нас может стать прекрасным собеседником, для которого не будет проблем завести разговор и найти отклик в сердцах оппонентов. Но все начинается, в первую очередь, с внутренней уверенности, стойкости духа и открытости. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!